Привет, дружочки-пирожочки! Это у нас новый влог, с вами Ежов снимает на GoPro. Сегодня у меня какой план, капкан? Я наконец-то еду на замену масла в коробке. Катюнь, Катюнь, меня пацаны прям как в последний путь провожали. Писали сообщение, скажи мастеру вот это, дай ему вот эту инструкцию, чтобы не накосячили. Меня прям зарядили по полной программе. Сейчас мы, прежде чем ехать на замену масла, забежим в озон. Я тут заказал палку-снималку для своей GoPro. Она очень маленькая. Сейчас покажу. Ну вот, 10 сантиметров по высоте и максимально она раскрывается на 23. Мне моя текущая нравится, но у нее нет треноги. То есть я ее поставить не могу на землю, если вдруг мне захочется. Сейчас я вам зеркало его покажу. О, вот такая она. Да, классно она тут раздвигается. Но, к сожалению, если хочется поставить асфальт или землю, ничего не выйдет. Нормально? Отлично. Блин, реально она такая короткая стала. Реально, говоря, она была вот так. Сисочки выросли. Да я когда руки поднимала, у меня прям вообще... Нет, сисочки не выросли, мне кажется. Просто что-то она долесела. Я снимаю. С тебя 5 тысяч за перевозку. Офига себе. На расценке у вас. Погода-то какая крутая, Катюнь. Катюнь. Еще несколько дней и будет говнище, листья, дождь. Пожалуйста, можно не говорить ничего. Офига себе. Ага. Отходи. Что-то она какая-то влажная. Все. Теперь вазончик. Мы ее мыли недавно, нет? Мы ее ставили просто там в жопе мира, а там постоянно какая-то спецтехника гоняет. Вазончик. А потом уже в тачку. Ну ты что, куконя? Сам прикольно. Вот такая палка-снималка в ладошку вмещается. Ты будешь открывать? Так не честно. Я же туда покупки не вскрываю. Вот так. Вот так. Ты что, тупой? Обожаю этот мент. Ну да. Тут ручка прорезинена немножко. Ну так, скользкая на самом деле. Как-то она... Ага. Все? Да. Чуть-чуточку? Я сейчас машине ее переодену. Что снимаю? Я снимаю. Все подряд? Да. Вот такой вот Андрюшка с покупочкой, довольный. Ну прям что-то грандиозное купил. А цветочки-то снимай, красивые. Ну давай, цветочки. Как и все? И такие. Заборчиками закрыли. Блин, у меня штаны как у детей, знаете? Вот эти комбинезоны, которые делают... Панчбок? Да. Ну давай, вырубай. А мы заехали во вкусную точку. Катя захотела рафчик. Через 50 минут нам нужно быть на месте. Но мы приедем чуть-чуть раньше. Потому что я хочу в мастера выгрузить все инструкции, которые мне накидали ребята из Телеграм-канала, где тусуются владельцы Джили М. Гранда. Надеюсь, все пройдет хорошо. Опять же, кто не смотрел, это Джилик 23-го года, который мы купили маме. Тут проблемы с коробкой. При переключении между первой и второй есть тычки, которые хочется устранить. Ну и почему я хочу выгрузить все эти инструкции, чтобы все сделали правильно? Потому что, опять же, тачка для мамы, она, ну, как бы не сильно разбирается в каких-то вещах и достаточно такой тревожный человек. Поэтому хочется сделать все идеально, чтобы все работало как часы. Ну и она кайфовала. Только я не знаю, какой из них рафчика. Ничто не подписывай бы никак. Да, направляйте. Я думаю, это капучино. Скорее всего, да. Приятного тебе кофе питья. И тебе. Машинку сдал. Ребята предложили не полную замену сделать, а долить полтора литра Матюля. И говорят, что, скорее всего, пинки уйдут. Потому что китайцы очень любят либо переливать, либо не доливать. А то масло, которое я купил, они говорят, оставь. Их 40 тысяч все равно нужно делать в коробке полную замену. А срок годности у нее, там, типа, 3 года. Мама, ты катаешься? Мама, возможно, нет. Если только я ей помогу. Ну, куда-нибудь, туда, в Брянск съездить, еще куда-то. Вот, поэтому ждем. Процедура не очень долгая, по идее. Полтора часа они закладывают на одного клиента с заменой масла. Но, опять же, из-за того, что у меня не полная, а частичная, просто долит. Поэтому, я думаю, мы мы, Брянка, справимся. Но, надеюсь, она не будет финансовым. В ТЦ? Да, я покурить хотел, а потом можно и в ТЦ. Но я не хочу пешком идти. Пьем кофеек. И наслаждаемся красивой природой. Городская мойка, пропан. Ну, это сарказм, конечно. По результатам, мне влили всего пол-литра масла. Попросили посмотреть, будет пинаться или нет. Сказали, что Аисин шестерка иногда от недолива даже в 300 грамм может пинаться. И, если это все не поможет, то приезжаю на полную замену. И, по итогам, я потратил 2170 рублей. И классно то, что у них в наличии есть все фильтры, вот эти масла для троектахи. Поэтому, когда будет 10 тысяч километров, просто сюда сгоняешь. Близко к дому. Кайф. Не, ну, такой закат я, конечно, хочу запечатлеть у себя на канале. Красивое солнце, самолет на фоне. Хорошо. Я обычно здесь поворачиваю. Ты захотел прямо? Угу. Прямо на дно. Ну, сколько я проехал? 12 километров. Коробка все равно чуть-чуть пинается. Ты чувствуешь, да, Этель? Да. Вот. Она адаптивная. Может быть, надо чуть побольше покататься. Но, опять же, я отчетроенее сказал, что пару-тройку денечков я вот так вот послежу. Если ничего не поменяется, то на полную замену. Но могу отметить, что чуть-чуть плавнее стало. Все равно. Печок был более явный и дерганый. Сейчас чуть-чуть мягче. Вот такие часы я хочу себе приобрести. В предыдущем логе рассказывал, что очень хочется мне про треки, которые я потерял в Владикавказе. Ну, модельку сами скриньте. Продаются они в онлайн-трейде сейчас с большой скидкой. 25% это практически 13 тысяч рублей. Да, не дешево, но очень хочется. Сейчас оформлю заказ и в пятницу их заберу. Ну и плюс у меня тут есть немножко бонусов, так что получится еще выгоднее. Сейчас вам покажу еще крупные картинки. Вот такие. Мне кажется, очень симпатичные. До этого у меня были ярко-синие. Ну вот, какую-то такую модельку выбрал. Ну и плюс, сегодня у меня есть небольшое дело. Это поставить на учет Jillian Grant. То есть вы видели, тачка на номерах. Но они по сути никому не принадлежат. Небольшой апдейт по коробке передач. Вот, прошло полдня. Катаемся. И тычки не такие заметные, как были до этого. Мне прям это нравится. Конечно, остался, да, такой небольшой провал. Но он прям другой. До этого мы аж прям дергались, можно сказать. А сейчас, ну, довольно-таки легкий. Так что он матер, творит чудеса. Правда, один литр стоит практически две тысячи рублей. И если полную замену делать, это двадцатка. Ну нет, я, конечно же, так делать не буду. У меня куплен ЗИК. Еще пару денечков покатаюсь. Мамке передам машину, чтобы она сказала, надо ей это или нет. Вот, и потом будем принимать решение. Ну так, в целом, я доволен. И быстро. Считаю, за полчасика справились. И уже нет такой дергания. Миссия выполнена. Но, к сожалению, у меня не получилось сохранить предыдущие номера. Сказали, что-то там снята с учета. В общем, не получится. Выдали новые. О, ТЭЛы. Прикольные. Выдали мне виртуальные. Просто на СТСку напечатали. И сейчас идем на изготовление. Сейчас только докурю и сходим. И я хочу с тобой сходить, посмотреть. Кстати, вот эти ребята, они тоже в очереди со мной сидели. Блин, я охерел там. Настолько неудобные сидухи. У меня жопа квадратная была. Сколько у меня не было. Вот после того, как я показал. Ну, не знаю, не засекала. Ну, около часа. Андрюш, я все снимаю. Я снимаю. Вот что-то прикол. Видел, у них там на входе красный номер, а что 777. Да. Да. Вы, да, Глубик? Да. Главное. Мы главное делаем. Вот так вот. 777. Прошло реально 2 минуты. Обалдеть. Все при нас изготовили, но снимать запретили. Странно. Ага. Что-то секретное. Они теплые еще. Потрогают. Да, я потрогаю. Да? Теплые. Сейчас установлю и поедем. Давай. Мне это, достанешь? А, блин, ключ уже меня. А открывать можно только с твоей стороны. А, ну либо ключ. По идее нет. Вот, с ключом. Мне нужны рамки. А, они сзади. А, они спереди. Хорошо. После регистрации авто мы решили снова заехать в русский ресторан. Ну, только не за борщом. Взял себе оливье, суп, лапшу, что-то попить. А у Катюшки без трогана. Ну и тоже напиток. А, еще мы гренки взяли на двоих. Гренки, гренки, гренки. Я тебе подсказывала, но ты сам вспомнил. Спать хочешь? Обниматься. Обниматься. И целоваться, да? Было бы неплохо. И потом. Не на камеру. Принесли мне супчик, гренки, напиточек. А у Катюни только напиточек. Ну, ничего ж, дей. Гренки на двоих. Гренки на одного. Ты же сказал, двоих. Ну, ладно, на двоих. Только сейчас их не ешь. Я просто твоего брата знаю. Ты сейчас налопаешься и скажешь... Ну, я одну гренку. Целую щечку тогда. К нам какой-то дружок пришел. А, уже не хочет. Ну, да. Он сначала... Ой, сколько вас тут? Господи. Привет. Приветки. Ну, такие они смешные. Или все-таки ты к нам? На, Рыжий. Ну, на. Да не бойся. Они тоже хотят. Блин. Вот так вот. У тебя столько курицы в супе нет. Вы что, голодные? Вас тут подкармливают. Нам официант сказал. На. Нет, ты ел. На. Да, опять Рыжий забрал. О, Серый. Давай, Серый. Давай, Серый. У тебя есть возможность. Все. Всем... Ну, извини, друг. Я всем дал. Такие они красивые все. А мы что, мало? Тут в каждом домике вас потихоньку подкармливают. Вы должны быть уже толстыми. Такие они красивые. Вкусный суп? Как тебе бульон? Наваристый? Да, прикольно. То, что здесь перепелиные яйца. Да, это по врачу не видела. Ну, обычные. Белые. Но с этими повкуснее. Такое, что чесночный аромат у них, ну, ярко выразный. Я люблю. В целом прикольные. Я тебе рекомендовал его в следующий раз попробую. Я еще хочу здесь попробовать из супов, этот, уху. Там она с судаком и форелью, по-моему. Или семгой. Что-то такое. Рыжий прям совсем обнагрел. Сейчас на стол прыгнет. И серый там шторы трогает. Так, не балуйся. Ну что, давай, я езжу. А мне что, у меня с меня ничего нету. Ты ешь. Могу сухарики дать. Нет, спасибо. Привет. Эй, ты чего? Ну, пап, Катюшка дождалась. Красивая подача. Приятного аппетита тебе. Ну и смотрим за люди. Про Афганистан. Рейсом не получится. Самый быстрый путь из Москвы занимает 9 часов. Очень хорошо покушали. У меня шушу заложило. Я вам рассказывал особенность своего организма. Если сильно переем, то на пару минут получаю такой эффект. Ну и маме сало взяли. Пока не буду раскрывать. Канье не надо включать. Канье не буду. Да, уже довольно-таки прохладно стало на улице. Ну и все, едем в Медведково. Построишь туда маршрутку. Ну все, торжественно передаем тебе твою малышку. Ты счастлив? Да. Давай покажем сало, которое мы купили. Я обещал. Здесь оно, да? Да. Ой, прикольно. Горчичку положили, хлебушек. А нам, кстати, больше давали только белое сало. А тут двух видов. Вот так. Они же знали, для кого. Ну все, ты счастлив? Да. Людмила Николаевна. Садовник. Сейчас я маме отдам документы, ключи. И можешь кататься. А потом мне скажешь, как тебе там с коробкой вот это все расскажешь. Да, обязательно. Прыгнул свой вольвешник, соскучился. Она практически неделю стояла, ждала меня. Покрылась пылью. Поэтому, перед тем, как уже непосредственно поехать к дому, мы заедем на какую-то мойку, обдадим ее пеной, смоем всю эту грязь, чтобы машина была чистенькая. Ну и, может быть, кому-то показалось, что мама, ну, довольно-таки сдержанно проявила свои эмоции, когда я передавал ключи и документы. Просто она стеснялась на камеру. И когда я ее выключил, она такая, классная моя машинка, нужно будет снова привыкать. Я говорю, не, она очень здоровская, управление классное, тебе все понравится. Поэтому, я думаю, ты быстро с этим справишься. Что-то там мама пошла. На стекло же грязное. Ну, это мойка получше будет, чем ту, которую ты мне показывал. Там вообще давления нет, там пены нет, а тут все есть. Напор, да, мощный? Отваливается, реально. Зато тачка чистая. Ну, теперь сюда буду свою Шкоду возить. Конечно. Ну, мне тяжело, честно. Я не знаю, это прям как... Ну, ты сама подписалась. Нет, потому что одна я потом Шкоду буду привозить, кажется, тяжеловато будет. Ну, ладно. Зато очищение есть. А там, блин, это вообще напор фигня полная. Ну, я говорю, пены нет. Вообще, просто, правда, туда четыре раза пшикнули, блин, на 100 литров воды и чуть-чуть это какое-то мыльце. Я думаю, что здесь горячая вода. То есть я машину отдавала горячей водой, и прям видно было, что пар идет. А потом холодно, еще ополаскиваю. Прикольно. Так, приготовила шарлотку. Заварила чаечек. И я вспомнил, что у нас есть пломбир, вот такой, вологодский. Я его очень люблю, мне нравится. Вот. И с мороженым сейчас будем лопать. Как в ресторанах. Ну, так в лучших домах Франции. А еще я последние несколько раз шарлотку готовила со сметаной, и тесто получалось таким сжатым и... Очень плотным. Плотным, да. И Андрей попросил в этот раз без сметаны сделать пышное тесто. Так что разрезай, и потом скажешь то, что ты хотел. Прямо камеру. Ну, давай. Сам не видел. Только тарелку не куцай. Как получится. Давай без выебанов. Ну, ладно. Да, в разрезе покажем, а потом на более мелкие куски. Вот, сейчас молодец. Так, да, как ты хотел? Ну, потому что то прям, не знаю, сметаник или что это было. Ну, да, плотное было тесто. Очень плотное. А ты больше любишь пышную шарлотку. Да. Да. Ну, давай по кусочку. Да. И включаем Михалыча. Приятного аппетита. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...